Доброе утро, дорогие друзья, с вами снова мы, хозяева Медвежьего угла, ну, вернее, я и мой кот-сказочник Тимофей Иванович, вот вы мой дорогой. Он, кстати говоря, почему-то очень не любит камеру, не любит позировать, но на самом деле кот у меня просто великолепный мышелов, он тут нас спасает ото всех, от настоящего нашествия грызунов, потому что иначе грызуны бы тут ходили бы пешком по столам, я не знаю, что бы делали. А Тимофей Иванович, он в этом смысле очень мощный такой котяр, он все, кот-защитник дома, я бы сказала, такое от нашествия мышей полностью. Ну, сейчас раннее утро, сейчас еще нет 7 часов утра, и пока еще мошка и комары не одолевают, я немножко могу поговорить с вами, ну, от порога своего дома, с улицы, так бы я бы сказала. Ага, что я хотела вам рассказать коротко. Значит, прежде всего, у меня немножко продвигается строительство нового забора. Вот такие вот, такие вот столбы ставлю, уже выставила их в линию. Сейчас покажу вам, прямо камеру передвину, покажу. Опа-па-па-па, вот так вот тут машину, видите? А там дальше мои столбики. О, увидели, да? Ну вот. Вот. Столбы поставил, вон там тоже столбы у меня стоят. То есть, с фасада моего дома будет новый высокий забор. Вот здесь вот, перед окнами дома у меня будет натянута сетка рабица, а внизу будет сделан плетень. Ну, так, чтобы было, с одной стороны был забор высокий, а с другой стороны он оставался прозрачным для солнца, чтобы дом оставался солнечным, наполненным солнцем. А вот там, где у меня, ну, и раньше стоял глухой забор, старый развалившийся, там тоже будет забор, но не совсем глухой, а такой, как здесь называют, чистокол. Будут добыты в лесу мною постепенно молоденькие деревья, такие, как бы, ну, поросли, поросли, березовые поросли, скорее всего, осиновые поросли, от которой все равно лес нужно освобождать, потому что слишком плотно она нарастает. Такие палки толщиной, ну, не знаю, в 5 сантиметров, самая большая. И из них будет построен действительно чистокол, который защитит мой двор от любого нашествия, с одной стороны, с другой стороны, будет в каком-то таком экологически-эстетическом таком ключе выполнен. Вот, в общем, я стремлюсь к тому, чтобы все было сделано из простых лесных материалов. Почему? То есть я стараюсь даже не пользоваться красками какими-то, чем-то еще таким. Почему? Потому что мне кажется, мне кажется, что через какое-то время мне удастся справиться, вот отказавшись полностью от всех этих, от всей химии в бутылке, которая используется. Ну, максимально, наверное, на 100% все равно не получится. Мне удастся, может быть, справиться с приступами астмы, которые меня удушают периодически. Здесь, конечно, свежий воздух помогает мне. В Малиновке приступов практически не бывает. А вот если стоит мне сунуться в город, там, конечно, мне становится плохо сразу. Но я надеюсь, я надеюсь, что отказ от химии в быту мне поможет. Хотела в этой связи рассказать вот что. Я открыла для себя мытье посуды при помощи горчичного порошка. И стирку белья при помощи горчичного порошка. Это очень классно. Посуда отмывается гениально просто. То есть там, ну, я не знаю, буквально натерли этим вот этот порошок, посыпаете им, попадает водичка, образуется такая паста. Этой пастой гораздо легче и гораздо эффективнее, чем современными всякими фейерами и так далее отмывается посуда. Но нет пены. И смываете это, смываете вместе с жиром, смываете вместе с любыми загрязнениями из посуды. И когда вы вымыли посуду таким образом горчичным порошком, вы получаете посуду, на которой могли остаться следы только продукты питания горчичного порошка вот этого. Никаких химических веществ, никаких ароматизаторов, никаких вот этих вот других веществ, которые входят в состав любого моющего средства, покупаемого в магазине, там нет. Даже моющие средства, которые обозначены как экологически безопасные, то есть полностью разлагаемые, ну, пенищиеся. Вот моя дочь постоянно такие покупает себе в городе. Мне кажется, даже они не идут ни в какое сравнение с простым горчичным порошком. Да и по цене они значительно дороже. Горчичный порошок в городах обычно продается в больших магазинах, где есть большие отделы специй. Я покупаю в Ленте, честно вам скажу. Горчичный порошок я покупаю в системе магазинов Лента в Кемерово. Вот, и им очень удачно мою. По-моему, 25 рублей, что ли, 200-граммовая пачка. Но этой пачке хватает гораздо на большее время, чем флакончика. Вернее так, я бы сказала, что пачка горчичного порошка 200 грамм, она сопоставима по расходу с флаконом моющего средства для посуды химического. Вот в таком вот плане. То есть примерно за столько же времени расходуется на мытье посуды. Так что думайте, считайте. Но самое главное, берегите свое здоровье, используйте простые экологически чистые средства. Также хочу напомнить, что посуда шикарно моется содой. Простым самым порошком соды. Очень хорошо отмывается грязь, жир, какие-то прилипшие загрязнения хорошо оттираются. Вот в таком плане. Если вам нужно жир отмыть, холодной водой сода хорошо работает. И последнее средство, но это уже для тех, у кого есть печь, у кого есть доступ к природным материалам. Не забывайте, что настой воды на золе это щелок. Щелок это великолепное моющее средство. Я в интернете, кстати говоря, видела массу видео, где демонстрируют этот процесс. Но если хотите посмотреть, как это выглядит, посмотрите. Но там, поверьте мне, снимать там нечего абсолютно. Поэтому так на словах расскажу. Итак, просто-напросто берете ведро золы, выгребленное из печки. Если в печи, конечно же, жгли дерево. То есть такую золу берете. Это ведро золы. Аккуратненько, поскольку зола будет пылить. В него аккуратненько наливаете воды столько, сколько войдет. Войдет практически ведро воды. Потому что зола имеет очень тонкую структуру. И она между, так сказать, ее объем создается вовсе не... Короче, наливаете, увидите, что почти полное ведро воды поместится туда. Значит, это все взбалтываете как следует палочкой и оставляете. Если это постоит несколько часов, получается такая мылкая водичка, вот на ощупь скользкая такая. Ею очень недурно отмывается посуда и хорошо мыть голову. Традиционно считается, что для мытья головы вода с золой должна постоять ночь. Это вот щелок такой для мытья головы. Если вы хотите более крепкий, более концентрированный, если вы хотите, например, сделать натуральное мыло с нуля, я потом буду... Вот мыло я как раз потом буду. Мастер-класс по мылу сделаю, покажу, как я мыло делаю. Значит, в этом случае вам придется настоять такое ведерочко, вода на золе, в течение примерно недели. Вода от золы освобождается всегда одинаково. Просто процеживается через ткань, достаточно плотную, чтобы удержать золу. И все. И вот этот вот щелок, он ваш. Когда речь идет о крепком щелоке для мыла, тогда нужно сливать только верхнюю часть. Я делаю это при помощи поварешки. То есть вот стоит ведро, в котором настаивалась вода на золе. Я беру поварешечку и верхнюю водичку чистую просто в отдельную тару поварешки снимаю, не взбаламучивая золу. А потом уже золу можно процедить еще дополнительно. Ну вот, все. На этом все, что я хотела сказать про натуральные моющие средства. Я надеюсь, что это видео было вам полезным. Если вы знали все, что я сказала, что оно напомнило вам, что можно мыть посуду и так далее моющими средствами. Да, я забыла стирать. Очень классно стирать детские вещи горчичным порошком. Точно так же. Посыпаете или сыпите в стиральную машину и просто запускаете процесс. Отлично отстирывается. Проверьте. Однажды насыпьте в машину стиральную вместо стирального порошка горчичный порошок. Если вы боитесь, что он что-нибудь там налипнет на какие-нибудь трубочки внутри и так далее, сыпьте его прямо на белье. Тогда уж точно ничего не засыпет. Он отлично отстирывает одежду. То есть вы вытащите чистую одежду. Причем на ней не будет никаких следов этих моющих средств всех ужасных. Если вы стираете в машине активаторного типа, не в автомате, то очень удобно использовать щелок. Вот в автомате я щелок использовать не пробовала. Когда-нибудь, может быть, дойду до этого, поделюсь опытом, работает он там или нет. Но в любом случае для стирки белья вот эти вот названные средства, щелок и горчичный порошок, очень-очень хороши и гораздо лучше, чем используемые нами стиральные порошки. Все, на этом я прощаюсь с вами, дорогие друзья. Желаю вам всего доброго. Обязательно заходите в мой таежный магазинчик. Там травы, сборы 2018 года, уже новый товар. Я вот активно работаю, перерабатываю, и вам чай и так далее. Желаю вам здоровья, счастья и успехов во всем. Всего доброго. До новых встреч, дорогие друзья. Субтитры сделал DimaTorzok